Всех приветствую на моем канале. В этом году компания Hyundai начнет производство нового поколения популярного компактного кроссовера Hyundai Tucson. Автомобиль будет построен на полностью новой платформе, уже легшей в основу новой Elantra. Но для начала я хочу вам порекомендовать один очень интересный автомобильный сайт. Это проект от отечественных разработчиков под названием 1000auto.ru. На сайте представлены все автомобили, которые есть в продаже или когда-либо продававшиеся в России, с ценами и комплектациями. По моему личному мнению, данный сайт просто не имеет конкурентов по уникальности контента и уровню его реализации. Фактически 1000auto.ru это каталог автомобилей, который поможет вам сравнить любые автомобили между собой и выбрать машину по вкусу. Ссылку на сайт 1000auto.ru я оставил в описании к этому ролику. За счет увеличения количества высокопрочных стали в конструкции кузова, последний станет более легким и прочным, позволив снизить снаряженную массу машины приблизительно на 5%, обеспечив при прочих равных лучшую динамику, экономичность, пассивную безопасность и управляемость. Внешний вид кроссовера изменится до неузнаваемости. Дизайн экстерьера будет решен в стиле последних моделей Hyundai, таких как крупный кроссовер Polyside, а также седаны Elantra и Sonata последней генерации. Отличительным элементом дизайна модели Hyundai последнего поколения является зубастая решетка радиатора, плавно перетекающая в передние фары. Такую получила последняя Elantra, такая же будет и у нового Tucson. Причем в случае с кроссовером Hyundai'евцы пошли дальше. Крайние секции решетки радиатора отныне будут представлять собой светодиодные элементы, являющиеся продолжением передних фар. Таким образом, границы между фарами и решеткой радиатора будет стерта окончательно. Ниже будет расположен блок круглых светодиодных противотуманок. Передок автомобиля получился очень агрессивным и в то же время привлекательным. Сбоку динамичный образ нового Tucson'а будет подчеркиваться выштамповкой. Единственный ракурс, у которого в новом Tucson'е читаются черты машины предыдущего поколения, это именно взгляд сбоку. Внешний вид кормы также будет полностью новым. Кроссовер сохранит горизонтальную форму задних фонарей, однако их очертания будут полностью иными. Сами фонари будут полностью светодиодными, они будут соединены между собой горизонтальной планкой. В заднем бампере расположится имитация диффузора, подчеркивающая спортивный облик автомобиля. Интерьер следующего поколения Hyundai Tucson станет полностью новым, не имеющим ничего общего не только со своим предшественником, но и с последними Sonata и Elantra. На шпионских фото видно, что карты дверей будут плавно перетекать в переднюю торпеду. Последняя будет выглядеть ультрасовременно. Приборный щиток будет полностью электронным, выполненным в форме квадратного планшета. Руль будет идентичен тем, что ставится на другие последние модели Hyundai. На центральной консоли будет расположен экран мультимедийной системы, ниже которого будет расположена сенсорная панель управления климатической установкой. Как мы видим, вся центральная консоль будет представлять собой единое сенсорное пространство. Выглядит очень современно, но с другой стороны это вряд ли удобно. Вслепую на ощупь всем этим добром пользоваться вряд ли получится. Придется отвлекаться от дороги во время движения. Диагональ экрана мультимедийной системы будет вставлять внушительные 12 дюймов. Естественно, в нее будет включена поддержка современных интерфейсов Android Auto и Apple CarPlay. Автомобиль лишится традиционного селектора выбора режима движения автоматической коробки передач, перейдя взамен него на кнопочное управление. Также рядом будет расположена кнопка электромеханического стояночного тормоза. Новый Tucson будет оснащен полным перечнем систем активной и пассивной безопасности. У него будет 8 аэрбэгов, включая расположенную между передними сидениями, призванную предотвратить столкновение пассажиров между собой. Машина будет оснащаться активным круиз-контролем, системой автоматического торможения, слежения за разметкой и камерами кругового обзора. Сам салон не станет особо просторнее, чем у машины предыдущего поколения, так как габариты кроссовера практически не изменятся. По технической части принципиальных изменений в концепции автомобиля не предвидится. У него все также будет независимая передняя и задняя подвески и система подключаемого полного привода. Базовые версии автомобиля, как и прежде, будут переднеприводными. Новый Tucson сохранит в качестве базового старый двигатель объемом 2 литра. В спецификации для России он оптимизирован под налоговое законодательство и выдает 150 лошадиных сил. На зарубежных рынках 165. Однако теперь он будет сочетаться не с шестиступенчатым автоматом с гидротрансформатором, а с беступенчатым вариатором. Подобным вариатором с недавнего времени оснащается Kia Cerato для американского рынка и Kia Seltos для рынка России. Он же будет ставиться на новую Elantra. Вариатор уступает автомату с гидротрансформатором по выносливости, особенно на бездорожье. Но в то же время он обеспечивает выигрыш в динамике и экономичности. Машины с вариатором на секунду быстрее в спринте до сотни и позволяют экономить 1,5-2 литра на сотню в смешанном цикле. А в числе главных претензий владельцев текущему Hyundai Tucson и соплатформенному Kia Sportage именно вялая динамика разгона с двухлитровым мотором и повышенный расход топлива. Так что новая трансмиссия поспособствует устранению этих недостатков. Топовым для Tucson следующего поколения станет двигатель объемом 2,5 литра семейства Smart Stream, выдающий около 180 л.с. Данный двигатель будет сочетаться с современным восьмиступенчатым автоматом. Такая связка уже устанавливается на Sonata. Данный мотор придет на смену старому двигателю объемом 2,4 литра. В Европе основными моторами станут турбированная четверка объемом 1,6 литра, выдающая 177 л.с. и турбодизель объемом 2 литра, выдающий 180 л.с. Данный мотор будет сочетаться с семиступенчатой преселективной коробкой передач с двумя мокрыми сцеплениями. Все модификации, кроме базовых, с двухлитровым атмосферным мотором будут мягкими гибридами. Для рынка Южной Кореи Hyundai Tucson также получит собственную модификацию и такая машина будет оснащаться двухлитровым двигателем, однако он будет иметь не распределенный, а непосредственный впрыск. Данный мотор также относится к семейству SmartStream. Сочетаться он будет с вариатором. На базе данной версии будет построена полностью гибридная модификация, которая также позже станет доступна на рынках США и Западной Европы. В продаже новый Tucson появится в конце этого года. В России его цена будет приблизительно на 200-300 тысяч дороже, чем у машины предыдущего поколения. Связано это в том числе и с резким падением курса рубля. Стоит ожидать, что переднеприводная машина с двухлитровым мотором и автоматом будет стоить приблизительно 1 миллион 800 тысяч рублей в базовой комплектации. Автомобили с двигателем 2,5 литра и 8-ступенчатым автоматом обойдется приблизительно в 2 миллиона 300 тысяч рублей. Сейчас цена выглядит завышенной, однако к тому времени основные конкуренты также подорожают, так что новинка будет не дороже Sportage, Tiguan и RAV4. А на сегодняшний день это вся информация о новом поколении Hyundai Tucson. Как только появятся дополнительные сведения, я немедленно запишу видео и расскажу о них. Поэтому, чтобы не пропустить его выход, подписывайтесь на мой канал и нажимайте на колокольчик, чтобы сразу же получить уведомление о выходе нового выпуска. Также прошу вас написать в комментариях, планируете ли вы купить себе новый Hyundai Tucson, а также поддержать меня, поставив этому видео лайк, ведь только ваша поддержка позволяет мне уделять время созданию подобного контента. На этом у меня все, огромное вам спасибо за просмотр, удачи и до встречи в следующих выпусках.